Привет, с вами Soer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше, и сегодня мы поговорим про направления в разработке и языки программирования в этих направлениях. Давайте теперь рассмотрим основные направления разработки, которые у нас есть. Я провел небольшое исследование, посчитал вакансии, которые есть на рынке по этим направлениям. Где-то я искал по языкам программирования, по конкретным фреймворкам из этих направлений, где-то искал просто по общим описаниям, старался все это комбинировать и максимально полно охватить каждое направление. Конечно, это не точный какой-то супер правильный с позиции статистики способ исследования, но тем не менее, я думаю, общее представление о том, какие вакансии попадаются и насколько часто они попадаются по тому или иному направлению это даст. Я это покажу чуть позже, результат этого исследования. Сейчас я хочу рассказать, какие я направления выбрал, что в них входит и вообще, что за направления есть в программировании. Это будет информация, полезная в первую очередь новичкам, но может быть тот, кто хочет поменять профессию или просто интересуется программированием, тоже для себя что-то полезное найдет. Значит, я в порядке своего представления важности каждого направления их разместил на экране и сначала разместил тройку, которая называется серверная разработка, бэкэнд, клиентская разработка, фронтэнд и мобилка. На самом деле это три составляющие одной большой работы, которую я бы назвал веб-разработка. Значит, серверная разработка в моем понимании, в данном понимании этого видео, это бэкэнд-разработка, которая относится только к веб-разработке. Если мы разрабатываем какое-то серверное программное обеспечение, например, веб-сервер, сервер почтовый или сервер управления базами данных, то это уже системное программирование. Там тоже используется клиент серверной архитектуры, но это уже системное, на мой взгляд, программирование. Поэтому серверную разработку, которую коротко принято назвать бэкэнд, я включил и считаю правильным включать только веб-разработку. Веб-разработка направлена на самом деле на несколько важных направлений. Первое это разработка серверных решений для клиентов во фронтэнде. То есть у нас есть серверная разработка и клиентская разработка. Это две стороны одной медали. Бэкэнд готовит и обрабатывает данные, а фронтэнд их отображает. То есть первые две категории, фронтэнд и бэкэнд, это естественное разделение старого доброго фуллстэка. Фуллстэк это когда вы делаете и бэкэнд, и фронтэнд на два направления. Соответственно бэкэнд сейчас представлен либо сервисами, которые предоставляют данные в каком-нибудь текстовом формате, и фронтэнд их анализирует и отображает. Либо сервер сайт рендеринг, когда на бэкэнде полностью отрисовывается весь сайт, строится его HTML страница и передается в браузер для отображения. Соответственно наиболее ползно бэкэнд позволяет себя реализовать, когда он готовит данные, так называемые API или REST API. То есть когда есть некий набор обращений к серверу, которые в результате выдают данные в текстовом виде, и эти данные анализируются фронтэнд приложением и отображаются на фронтэнде. То есть бэкэнд сам по себе сегодня не может существовать без фронтэнда. Так же как и фронтэнд не может существовать без бэкэнда. Поэтому в любой команде есть либо FullStack разработчик, либо и бэкэнд и фронтэнд. Отсюда возникает жесткая связка, и соответственно если популярно одно направление, то популярно и другое. Ну понятно, что количество фронтэндеров и бэкэндеров в соотношении один к одному, наверное, не очень правильно, поэтому бывает разное соотношение. Нельзя утверждать, что на одного бэкэндера приходится один фронтэндер. Хотя и большие бэкэнд-команды бывают, и большие фронт-энд-команды бывают. Соответственно, серверная клиентская разработка — это разработка под веб. Клиенты разрабатывают тоже под веб с помощью приложений, которые размещаются в браузерах. А бэкэнды разрабатывают на огромном количестве языков и фреймворках, о которых мы поговорим позже. И третья сестра или третий брат этой пары — это мобилка. Все дело в том, что бэкэнду все равно обращается к нему веб-клиент из браузера, либо, например, нативный клиент из телефона. Нативным клиентом называется приложение, которое работает в самой операционной системе телефона. А, соответственно, клиент или адаптивный клиент — это тот клиент, который запускается на мобилке в браузере. Респонсив. Он позволяет использовать и в десктопном варианте в браузере решение, и в мобильном. То есть в мобильном он отображается, конечно, проще, какие-то элементы убираются. Но, тем не менее, одно и то же решение могут отображаться и в мобильном браузере, и в клиентском. И так как мобилка у нас обычно имеет маленький экран, соответственно, браузер обрезает все ненужное, определяется, насколько большой экран у нас есть, что мы можем туда вместить. И получается, что делаем один сервер, и делаем для этого сервера клиент на десктоп, в браузер на десктоп, и клиент на мобилку в браузер на мобилку. То есть любой человек, который сегодня использует мобильный телефон, он использует непосредственно бэкэнд для получения результатов запросов. Например, поисковая любая система на бэкэнде имеет очень мощные сервисы, которые определяют, какие данные вам нужно выдать на ваш поисковый запрос. Соответственно, клиентская разработка у нас отвечает за то, как пользователь видит наш сайт, а мобилка отвечает, чтобы этот сайт можно было видеть на мобильном клиенте, либо в виде нативного приложения, либо в виде веб-решения, адаптированного под маленький экран. То есть вот эта тройка — это то, что у нас сегодня очень популярно, ввиду того, что веб-отработка сегодня практически везде. Дальше идет анализ данных. Вот анализ данных — это уже не такая популярная категория, и здесь может быть не совсем понятно. На самом деле анализ данных — это сбор, в первую очередь, очистка. То есть мы собрали большое количество данных, то есть гигабайты данных, которые могут собираться как нами, так и покупаться, например, готовые данные. Мы собрали эти данные в сыром или каком-то полусыром виде, то есть в виде, который еще нужно обработать. И вот как раз дата-инженеры, дата-сайентисты должны взять вот эти сырые данные и извлечь из них полезную информацию. Соответственно, когда у нас есть большой объем данных, первым делом мы должны эти данные каким-то образом распарсить и структурировать для анализа, очистить их, выкинуть все ненужное, и дальше, соответственно, поставить задачи, которые у нас есть для анализа данных. А их, по сути, две больших задачи. Первая — это предиктивный анализ, то есть мы должны проанализировать данные, найти в них каких-то тенденций и спрогнозировать, что, если эта тенденция не изменится, будет в будущем, в недалеком или даже далеком будущем. Ну, например, такой анализ данных используется на биржах. То есть когда мы трейдеры, мы смотрим, называется технический анализ, собираем данные, смотрим различные тренды и выявляем их с помощью, в том числе, инструментов машинного анализа данных. Соответственно, предиктивный анализ используется, на самом деле, не так часто, как анализ по кластеризации. То есть у нас есть набор данных, и мы хотим сгруппировать. Каждая строчка в этих данных обладает какими-то свойствами, какими-то фичами, какими-то признаками. И мы хотим по этим признакам разделить их на группы. Например, мы хотим выделить группы потребителей, которые больше всего покупают у нас товаров, и под них, например, запустить рекламу. Вот у нас есть люди, которые мало покупают, есть которые много, и мы хотим найти те фичи, которые относятся к людям, которые много покупают. И, соответственно, по этим фичам пытаться привлекать еще больше клиентов. И анализ данных позволяет, соответственно, сделать кластеризацию и выделение новых фич, новых свойств, новых признаков у вот этих как раз сырых или неразмеченных данных, их по-разному называют. Соответственно, анализ данных – это когда вы сидите и обрабатываете большой набор данных, строите модели, строите предположения, смотрите, куда данные вас ведут, либо какие-то пытаетесь гипотезы на них проверять. Гипотезы могут очень разные быть, и, соответственно, вы можете приносить пользу бизнесу тем, что уже на основе собранных данных оптимизировать затраты, предсказывать какие-то просадки, какие-то проблемы, заранее заказывать товары там, где вы видите, есть проблемы, предсказывать поведение пользователей, лучше вести маркетинг и так далее. То есть анализ данных, он решает конкретные задачи, связанные либо с предсказанием, либо с кластеризацией данных на группы. Есть и автоматический, и неавтоматический, и ручной поиск фич, и автоматический поиск фич. Таким образом, тот, кто занимается данными, большую часть времени собирает, очищает и ищет фичи в данных. Это вот такая работа по анализу данных. Дальше десктоп-разработка. Штука, которая связана с разработкой толстых клиентов, десктопных приложений, которые работают, могут работать, правда, и с бэкэндом, а могут работать и вообще без какого-либо сервера, запускаться непосредственно на компьютере. Хорошим примером десктопных приложений являются всякие офисные приложения, калькуляторы и тому подобное. То, что все, что целиком, полностью работает на вашем десктопе, на вашем компьютере, и никаким образом не использует веб. Он может использовать, но не очень сильно. И тут интересно, что сам по себе браузер является десктопным приложением. Дальше. Системное программирование. Это все, что касается программирования, связанного с операционными системами. То есть, когда вы пишете что-то, какое-то приложение, которое должно учитывать версию и тип вашей операционной системы, вы занимаетесь системным программированием. Если вы пишете, например, веб-сервер, который должен работать на наборе операционных систем, соответственно, под каждую операционную систему вы делаете свое решение, вы занимаетесь системным программированием. Если вы пишете драйвер, вы занимаетесь системным программированием. Таким образом, если вы хотите каким-то образом специализироваться на работе под какую-то операционную систему и не взаимодействовать с пользователем, а работать непосредственно с операционной системой, то вы делаете системное программирование. Если вы хотите работать с пользователем под какой-то операционной системой, то вы работаете с десктопными приложениями. Вот такое простое отделение, которое очень достаточно четко работает. Дальше, встраиваемые системы. Это те системы, которые работают на различных контроллерах или маломощных станциях. То есть, когда вы подходите к банкомату, вы работаете с встраиваемой системой. Когда вы подходите к платежному терминалу, вы работаете с встраиваемой системой. То есть, это маломощные компьютеры, которые представлены, могут быть маленькой платкой, которые нужно программировать и, соответственно, реализовывать на них какие-то полезные функции. Встраиваемые системы — это интересное, низкоуровневое, я бы еще называю, программирование, которое очень приближено к железу, ввиду того, что, как правило, компьютеры очень маломощные, там есть и место для оптимизации, и для творчества именно в программировании. Но игры, я думаю, не нуждаются в представлении, понятно, что это написание любых игр. При этом тут нужно понимать, что игры бывают разные, бывают большие и серьезные, бывают маленькие и несерьезные. Здесь каждому свое. Ну и теперь давайте посмотрим на распределение. Что у нас по вакансиям? И вот тут оказывается то, о чем я вас предупреждал. Бэк-энд, фронт-энд и мобилка в сумме занимают большую часть рынка. Почему? Ну все дело в том, что рынок сегодня практически полностью адаптирован на бизнес, который крутится в сфере продаж и покупок, ну и в принципе в любой развитой стране. Сфера производства очень небольшая, сфера продаж очень большая. Соответственно, сфера продаж проще всего построить на интернет-магазинах, на интернет-маркетинге. Поэтому это все веб и мобилка. Соответственно, веб и мобилка, один из основных инструментов продаж, они представлены, соответственно, очень-очень широко. Дальше идет анализ данных. Анализ данных — это оптимизация, это то, как вы можете получить больше денег за те же расходы, соответственно, оптимизировать свои расходы. Поэтому анализ данных — это внимание ваших клиентов, это тоже один из инструментов маркетинга, один из инструментов анализа аудитории, поэтому здесь тоже достаточно большая доля. Дальше идет десктоп. Как ни странно, у меня получилось около 7% запросов. Это десктоп. Ну, здесь нужно понимать, что некоторые языки программирования, такие как CC++, могли, и запросы, которые я делал, могли давать некую погрешность. Но, тем не менее, разработка десктопов, она по-прежнему актуальна. И в основном это, конечно, как я уже сказал, такие приложения, которые, например, занимаются обработкой графики. Делать их в вебе не очень целесообразно. Или обработкой музыки. Делать их в вебе не очень целесообразно. Видео, музыка, графика лучше делать на десктопе. И вот небольшой процент заявок у меня показался по десктопу. Я брал там графические различные библиотеки десктоповские. Вот они у меня высвечивались. Дальше идет 2%. Это системное программирование. То есть веб-серверов и других специализированных для операционных вещей пишется немного. Но они, тем не менее, есть. Их можно найти. Ну и совсем мало это у нас встраиваемые системы. Потому что область такая сложная. То есть, опять же, много здесь нет никакого маркетинга. Это, как правило, какие-то устройства, которые должны каким-то образом продаваться. Это очень много закрытой разработки, заказной разработки. Поэтому она очень-очень слабо представлена. Но и игры, как ни странно, оказалось у меня 8%. И здесь нужно понимать, что я включал сюда и инди-игры. То есть, игры, которые разрабатываются небольшими студиями. Типа там Angry Birds. Это что-то такое для мобильной разработки. Для мобильных устройств. И здесь, на самом деле, я не знаю. Где-то, может быть, пересечение идет еще с мобилками. То есть, игры под мобилки, это тоже, как бы, близкие темы. Они могли у меня немножко исказить данные. Таким образом, если вы хотите просто большой рынок вакансий, выбирайте бэкэнд, фронтенд или мобилку. Но вот теперь возникает задача. Значит, какие сложности есть в том или ином рынке. Ну, понятно, что бэкэнд, фронтенд или мобилка. Вам все скажут, что это легко. Проходите курсы вперед. Давайте поговорим про игры. Я слышал такое мнение, что игры это сложно. Нужно знать математику. Ну, и здесь, как всегда, в программировании давно уже никакой математики серьезно знать не надо. И ответ, первый ответ почему, это фреймворки. У нас есть Unity, у нас есть Go.Dot, у нас есть Unreal Engine, которые замечательно всю математику за нас уже давно посчитали. И все игры делаются на готовых фреймворках. Тем более, что Unity, она вообще бесплатная. Там до 100 тысяч долларов, по-моему, оборота. Если у вас меньше игра стоит, вы можете ее бесплатно использовать. Потом нужно какие-то лицензии покупать. Дальше. Игры сегодня представлены огромным количеством материалов и курсов. И на все вопросы и на Stack Overflow можно легко найти ответы. То есть давно уже нету какой-то жестко оптимизированной истории про игры. Это уже давно игры, которые, особенно если мы говорим про всяческие десктопные игры, которые используют огромные мощности вычислительные графической карты. Поэтому по курсам, материалам из интернета вполне себе можно это освоить. Другой вопрос, что есть такое понятие, есть такой ААА игры, такие монстрообразные игры, которые требуют большой команды, понимания огромного количества технологий, работы разных специалистов. И в одного человека они делаются. Но при этом есть и инди-разработка, например, как я уже сказал, Angry Birds и другие мини-игры, на которых вполне себе можно зарабатывать. На Angry Birds вы заработали очень много денег, если вы знаете. Поэтому игры можно разрабатывать пазлы, можно разрабатывать логические игры, которые не требуют большого количества знаний. Конечно, если вы хотите заниматься разработкой типа Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, то, понятное дело, здесь нужна уже мощная команда и опыт разработки. Но, тем не менее, математику для простых игр знать точно не надо. И вы можете делать достаточно сложные игры, используя готовые фреймворки. Есть библиотеки с модельками, которые готовые. И можно, опять же, использовать, самому не создавать. И, на самом деле, при желании можно сделать коммерческую игру не очень большую, но коммерчески выгодной. Поэтому игры стоит рассмотреть, если вам интересно. Более того, как вы видели, 8% все-таки на рынке вакансии есть. Второй момент, что сложно не игры, ну или не только игры, но еще Data Science и Machine Learning. Нужно знать математику. Почему? Ну, потому что там тервейер, нужно какие-то модели строить, анализ. И опять, у нас есть готовые фреймворки Pandas, NumPy, TensorFlow. Это то, что мне сразу сходу приходит на ум. И в них математики знать не надо. Опять же, куча материалов и готовых материалов есть в интернете. Один из популярнейших сайтов это Kaggle. И оказывается, что на Kaggle есть competition, соревнования, в которых участвуют даже школьники. То есть, минимальные знания тервейера и школьной математики позволяют вам уже заниматься Data Science. Более того, Data Science бьется всегда за точность модели. То есть, когда вы строите какую-то модель обработки данных, в конечном итоге вы по даже самым таким решениям в лоб получаете неплохие результаты. Там 80% точности. А дальше уже за каждый процент вы начинаете биться, чтобы повышать точность вашей модели все больше и больше. 80% это не очень хорошая точность, потому что 50 на 50 это максимальная неизвестность. А все, что меньше 50, это, соответственно, мы можем инвертировать. То есть, отнимать от 100 этот процент и получать нужную нам точность. Соответственно, если больше 50, то есть от 50 до 80, это такие слабенькие на самом деле модельки. Но, тем не менее, даже при очень простых способах решениях флопа это работает. Соответственно, Data Science, Machine Learning не требует глубокой знания математики, не надо там упарываться и думать, что там нужно высшее образование. Все это нормально прокатывает и в играх, и в Data Science. Вот эти два вопроса, на которые я хотел в обязательном порядке ответить, прежде чем переходить к тому, куда не стоит вообще идти. Значит, если вы не испытываете тяги, если вы свитчер или вы просто хотите работать программистом, то не стоит идти в системное программирование и встраиваемые системы. Вот там точно потребуется оптимизация, там потребуется игра разума, что называется, мускул мышечный, не мышечных, а умственных, и системное программирование и встраиваемые системы. Это то, что не стоит рассматривать, если вы не гик. Если вы гик, вот тогда вам туда. Значит, возникает последний вопрос. Окей, я выбрал с технологией, точнее не с технологией, а с направлением. Например, вы хотите заниматься бэкэндом, потому что там большой процент вакансий. Например, вы хотите заниматься фронтэндом или мобилкой. Скорее всего, вы выберете одну из этих трех категорий, потому что, как вы видели, очень много вакансий, нет больших требований, есть куча курсов, проще всего залететь. Значит, окей, с направлением определились. Если вы понимаете, что вам не так важно количество вакансий, а важна специфика системного программирования, окей, это ваш выбор. Дальше, что больше всего мучает людей? Это функциональные или объектно-ориентированные парадигмы. Если вы выбираете, выбирайте объектно-ориентированную парадигму. Почему? Функциональная парадигма, говорят, что если это первый язык, то это хорошо. На самом деле, я не видел, чтобы функциональщики хорошо изучали этот язык, если у них не было какого-то бэкграунда, ну, например, там, какого-нибудь математической школы, любви к математике. Это раз. Во-вторых, по ООП в разы больше информации. Поэтому, если вы не знаете, какую парадигму выбрать, выбирайте ООП. А если вы точно знаете, почему вы хотите изучать функциональные языки, тогда вам не нужно смотреть такие обзоры. Потому что те, кто понимает, что им нужен функциональный язык программирования, они не смотрят такие обзоры, они уже знают, чего они хотят. Если вы не знаете, поверьте, в объектно-ориентированной парадигме будет проще. Ну и последний шаг, что учить, это нужно выбрать язык. Чтобы выбрать язык, нужно посмотреть, что есть в каждом направлении, какие языки используются. Вот и сейчас я хочу кратко рассказать. Значит, я буду делить на две категории. Перспективные языки и языки, которые я бы не рекомендовал. То есть не факт, что они не перспективные, но я бы не рекомендовал. Начнем с мобильной разработки. Сегодня это Swift и Kotlin. Kotlin для Android систем, Swift, соответственно, для iOS. Вот. Можно писать на даже C-Sharp, как ни странно, или Java. Java, в принципе, тоже встречается достаточно часто, но Kotlin сейчас активно ее вытесняет. Там много вопросов и с лицензированием, там много вопросов с исполнением. Единственное, что плохо у Kotlin, это его специфичность и привязка к оборудованию версии системы. Ну, тем не менее, Kotlin на сегодняшний день считается вот в таких узких кругах более перспективным, чем Java для написания мобильных приложений. Отлично. Запоминаем. Kotlin и Swift. Эти два языка, это только если вы решили идти в мобилку. Дальше серверная разработка. То есть тот самый бэкэнд, который вы можете выбрать. Значит, у нас там есть пограничный язык, это JavaScript, который сегодня может использоваться на сервере, но я бы его использовал для легкого прототипирования и небольших приложений. Все-таки язык не разрабатывался для большого объема кода, имеет много проблем с типизацией и выбирать его не стоит. Хотя для прототипирования на сегодняшний день, наверное, проще уже некуда. Что можно выбрать для серьезной разработки, для того, чтобы было более-менее не стыдно? Как ни странно, PHP. Почему PHP? Простой язык, много информации, много специалистов, подскажут, помогут, много вакансий, много себя за рекомендовавший язык. Дальше можно посмотреть на экзотику, если вы хотите что-то более-менее нормальное, это Rust и Go. Это языки, на которых можно замечательно писать сервисы, сервисы сегодня востребованы, и сюда можно посмотреть. Можно посмотреть на Python. Веб на Python, достаточно востребованная штука. Но Python хорош тем, что с помощью него можно перейти и в другие направления. Например, в Data Science, в обработку данных. Поэтому Python я здесь рекомендую скорее как универсальный язык для достаточно большого количества задач, где он уже неплохо набрал обороты. Чего бы я не стал смотреть? Ну, не стал бы смотреть на серверную разработку. Это Erlang и Haskell. Функциональные языки, как я уже сказал, это не то, что вам надо, если вы не уверены, что они вам нужны. C Sharp я не уверен, потому что это все-таки для меня больше MS. Возможно, возможно, использование C Sharp для бэкэнда, если вы ориентированы на Microsoft. Хотя сейчас, конечно, переносится на это и на другие платформы. Но тем не менее, у меня есть большой скепсис, я бы не рекомендовал. Опять же, это не объективно, это мое представление. Ну и Java. Java, конечно, штука мощная. У Java есть замечательные фреймворки. Почему не рекомендовал? Потому что они тяжелые, они для интерпрайза в основном, они порой и дорогие бывают. И вот на интерпрайсе Java показывает себя замечательно, а на клиенте, в смысле на клиенте, на стартапах и простых задачах не очень хорошо. То есть она все-таки для более тяжелых и требующих архитектуры и продумываний решений. Хотя, конечно, сегодня до сих пор идут споры, насколько она быстрая. Говорят, что она становится все лучше и быстрее. Но практика, моя практика говорит о том, что чтобы хорошо писать на Java, надо это делать много лет и много учиться. То есть вот так сходу Java легко не дастся. Для прототипирования тоже точно нет, для стартапов точно нет. Для небольших бизнес задач точно нет. Для серьезных, да. Там, где вы много учитесь, много ездите по конференциям, много посещаете курсов, там, да, там это может окупиться. В противном случае вы потратите кучу времени и сил, а работу будет найти трудно. Но надо признать, что те, кто прошел эту трудность с Java, имеют шансы жить долго и счастливо. То есть вот этот барьер, который вы преодолеете, если вы его преодолеете, то с Java скорее всего у вас всегда будет работа. Ну и теперь фронтенд. Здесь все просто. JS, HTML, который является по сути языком разметки, но его можно отнести к языкам программирования, просто не тьюринг полным. Но на самом деле, если серьезно, то JS, как правило, дополняется еще типами. И здесь есть еще TypeScript, который не так сложно изучить, если вы знаете JavaScript. То есть по сути у вас выбор ограничен. HTML, JS и CSS. Все. То есть эти языки специфичны для фронта. Сейчас они наиболее популярны. Они достаточно простые. Их нужно учить. Дальше. Что у нас идет дальше? Дальше у нас идут игры. Игры пишутся сегодня на SIAH, C, C++ и C Sharp, как ни странно. Опять же, на C Sharp это, как правило, например, в Unity язык скриптовый. В Go.Dot, если мы рассматриваем фреймворк, там, по-моему, свой какой-то язык есть. Но, тем не менее, C, C++ и C Sharp, на мой взгляд, наиболее перспективные знания, их синтекси, наиболее перспективные для тех, кто хочет писать игры. Опять же, игры пишутся и на Java. Вообще, в принципе, Java, она достаточно раскручена. И если разобраться, то практически на любом языке можно написать что-то из другого направления. Если это язык общего назначения, там, Тюрин полный, туда-сюда. Но проблема в том, что, как правило, просто не пишут. Я говорю именно о том, как я это вижу. То есть, я бы рекомендовал C, C++ для игр, C Sharp для игр. Но, опять же, Java, это если вы готовы проламливать головой стены, потому что игры на Java, ну, такое себе удовольствие. Хотя и на ней можно писать, и я и встречал, в основном, конечно, мобилочки. Значит, теперь про встраиваемые системы. Встраиваемые системы на сегодняшний день это тоже C, C++, на мой взгляд, лидеры. Но если мы говорим еще про железо, про верификацию логики, есть такая замечательная штука, как VeryLog. И вот он уже очень-очень специфичный для встраиваемых систем, для производства железок. И его учить стоит только если вы гик. Потому что если вы не гик, то туда даже особой лести не стоит. Ну, и здесь же можно вспомнить ассемблер, который, ну, тоже такая себе идея учить. В принципе, для встраиваемых систем C, C++, ну, на самом деле C, я бы даже больше сказал, они подходят идеально. Десктоп. Ну, наверное, единственное место, где я скажу, что на Java писать десктоп можно. И, в общем-то, я бы даже рассмотрел Java для написания десктоповских приложений. А так, C-Sharp, если вы майкрософтовский, любите вариант реализации. Ну, и также C, C++, если вы хотите писать что-то кроссплатформенное. Десктоп можно писать и на том же Python. Но Python, он имеет графические элементы. И, в общем-то, язык хороший для написания плагинов, для написания простых каких-то графических приложений. Но именно что-то серьезное, большое на Python, ну, наверное, писать не стоит. По крайней мере, я не слышал прямо тотального использования Python для графических каких-то решений, для десктопа. Но, тем не менее, возможно. Таким образом, десктоп — это Java, C, C++ и C-Sharp. А теперь давайте ответим для себя на вопрос и окончательно определимся с языками программирования. Все дело в том, что я вам описывал общую, да, что стоит учить, в каких направлениях. Но для вас могут быть разные приоритеты. Итак, если вы хотите простой в изучении язык, который может вам позволить работать и в Data Science, и в написании каких-то системных задачек, и в написании простенького десктопа, и, в общем-то, достаточно универсальный и простой в изучении язык, то я бы вам рекомендовал Python. Работает под него предостаточно. Перескакивать в направлении на направление можно, и достаточно быстро вы в него въедете. Более того, есть CS50, который начинает в Гарварде бесплатные курсы, которые начинаются с C, а потом переходят на Python. Достаточно классный язык, простой в изучении и достаточно удобный с позиции большого покрытия ниш. Дальше, чтобы работа была всегда и в будущем тоже, если вы вот хотите сейчас упереться, потратить силы и обеспечить себя работой, и в том числе и ростом, в том числе и интерпрайзом, посмотрите на Java. Да, сил придется потратить много, нервов, наверное, не меньше, но Java, она живет очень много, всегда на плаву, и, в общем-то, скорее всего, в ближайшие десятки лет это не изменится. Если вы хотите быстро начать работать, посмотрите на JavaScript, Drop TypeScript. Почему? Ну, потому что много вакансий, много требуется разработчиков, требования, наверное, одни из самых простых по рынку. То есть, когда вы хотите быстро начать искать работу, немножко изучили язык и уже хотите хоть что-то делать, какие-то джунновские задачи, ну, наверное, это JavaScript. Если вы хотите прямо по хардкору и получать удовольствие от программирования, и вы на своей натуре гик, конечно, C, C++. Плюс, я их ставлю через дробь, ставлю рядом, но проблема в том, что это два сильно разных языка. Я бы учил все-таки и C, и C++, потому что, ну, это, наверное, классика, и из всех языков, что я когда-либо видел, мне они нравятся больше всего. Ну и дальше, если вы хотите, чтобы было красиво, чтобы было про интерпрайз, и вы готовы любить Microsoft, тогда для вас C Sharp. C Sharp достаточно классное решение, оно много, где может быть использован этот язык. Он красивый, он лаконичный, правда, он очень сильно связан с Microsoft, хотя эта связь постепенно ослабевает, тем не менее, она есть. Надеюсь, я немножко рассказал вам про направления, про языки, ответил на вопросы, что учить, как учить. Спасибо, что слушали, с вами был Сойер. До свидания.